Города, как и люди, помнят войну по-своему. Награды Родины, военные отметины в памяти этого большого волжского города. Энска, как писали тогда газеты. Это Куйбышев. Они хорошо помнят друг друга. Город и этот самолет. Летом 42-го года Куйбышевский авиационный завод отправил его на фронт. Это была грозная боевая машина. Многие тысячи таких летающих танков дал город в годы войны. Сегодня самолет снова в цехе. Ветераны дадут ему крылья. Они поставят его на самой главной улице своего города, в котором тыл был фронтом. Город помнит первый парад военных лет. С этой площади войска направлялись под Москву, где готовилось великое контрнаступление. В кратчайшие сроки промышленность города и области переводится на военные рельсы. По решению Государственного комитета обороны, город принимает десятки заводов, эвакуированных из западных районов страны, становится одним из крупнейших индустриальных центров. Самолеты Ил-2 нужны Красной Армии как хлеб, как воздух, говорилось в телеграмме Верховного Главнокомандующего. Через два месяца началось производство боевых самолетов. Все для фронта, все для победы. В 11 раз за годы войны возрос в городе выпуск промышленной продукции. В деревне на женские плечи легли все тяжести военного лиха. И все же, несмотря ни на что, сельское хозяйство области дало за годы войны почти 125 миллионов пудов хлеба, 167 тысяч тонн молока, 8 тысяч тонн мяса. Сводки о ходе полевых работ печатались тогда рядом с сообщениями Совинформбюро. Железная дорога имени Куйбышева. Огромные грузопотоки плынули на эту магистраль, ставшую самой главной артерией страны. С запада на восток тепла эвакуация, с востока на запад спешили воинские эшелоны. Для железнодорожников фронт проходил здесь, на сортировочных станциях, в депо, на диспетчерских участках. Город хорошо помнит войну, только нет в его памяти красивых заводских проходных. Тогда их просто не было. Тогда заводы начинались так. Четвертый государственный подшипниковый завод. Осенью 41-го он перебазировался из Москвы. И прямо с колес здесь начался монтаж оборудования. А 21-го ноября завод дал первые 3000 подшипников. Их собирала Матрена Клементьевна Кузнецова. Она и сегодня в рабочем строю, несмотря на свои 70 лет. В те годы на всю страну прогремела слава фронтовых бригад. Говорит бывший бригадир первой фронтовой бригады авиационного завода Гавриил Федорович Извеков. В день Сталинградской битвы фронту как никогда нужны были наши самолеты. А самолеты, как вы знаете, это грозное оружие. Немцы его называли черной смертью. И вот в это время, значит, меня как комсомольца вызвали в парком и в комитет комсомола. Предложили создать первую фронтовую бригаду на заводе. Ну, я стеснялся, что я был мальчишкой в то время. Мне пообещали, что помогут все. Значит, бригада была создана. Мы создали бригаду, мы сразу включились в социалистическое соревнование на заводе. 11 месяцев подряд мы занимали первые места. Ну, пришли к выводу, что мы созрели, хорошо освоили работу, то все можем включиться в общесоюзное соревнование. Значит, мы включились в это соревнование. В первую кварту мы завоевали знамя наркоматов в нашей промышленности и ЦК ВЛКСМ. Но это знамя оставалось до конца войны за нами. Фронт уходил назад. А на уроках мальчишки и девчонки изучали свою страну, шестую часть мира. Город помнит и эти волнующие минуты. Плавучий госпиталь прибыл из Сталинграда. Все, что было лучшего, люди посылали на фронт. Отрывали от себя, от своих скудных пайков военного времени. Это тоже дар сердца. Суровый дар сурового времени. Субтитры создавал DimaTorzok Прошло 30 лет. Сегодня другие самолеты дает стране этот город. Мирные лайнеры 70-х годов. Но подняв крылья к небу, город хорошо помнит войну.